Музыка Несколько минут до турнира тренер по рукопашному бою Ян Хлупин не прекращает работать, ставит удары, корректирует броски. На турнире по рукопашному бою, который состоялся в ФОК-юбилейный, каждый хочет выйти максимально заряженным. Свисток и вот сразу первая победа. Переживают все спортсмены, тренеры. Волна эмоций захватывает даже зрительный зал. Рукопашный бой – один из самых зрелищных видов боевых искусств. В нем сочетаются ударные техники вместе с борьбой, что сильно развивает бойцовский интеллект. Так, например, 7-летний Макар четко понимает, как подобрать ключ к любому сопернику. Ну, чуть-чуть тяжело было уронить его. Но я смог его уронить в много раз. География участников соревнований обширная и выходит за рамки Московской области. Более 150 человек из Ярославской, Владимирской и Калужской областей приехали показать мастерство рукопашного боя и повысить свой разряд. Соревнования проводятся по всем правилам системы РБИРОС. Здесь также предусмотрена разрядная система за участие бояк, за победы. Ребята получают разряды и, опять же, брать спортивные правила могут довольно высоко продвинуться. Соревнования проходили исключительно среди воспитанников военно-патриотических клубов. Это секции для детей, где кроме физического развития уделяют внимание военной подготовке и нравственному воспитанию. Организаторами турнира уже шестой год подряд выступает Химкинская военно-патриотическая организация «СОВАП» при поддержке администрации городского округа. Химки по праву считаются спортивной столицей Токмосковья. Мы на регулярной основе выступаем площадкой для проведения различных мероприятий, в том числе серьезных спортивных соревнований. Занимаемся поддержкой детского спорта. Есть партийный проект «Детский спорт», который реализуется в партии «Единая Россия». Соревнования были посвящены памяти Дмитрия Кириллова, бывшего руководителя военно-патриотической организации «СОВАП», погибшего в зоне специальной военной операции. Сейчас возглавляет это движение его супруга Ольга Кириллова. По итогам турнира спортсмены из Химок заняли 8 призовых мест в разных возрастных категориях, а несколько спортсменов заработали новые спортивные разряды. Сервер Викмобетов, Дмитрий Бочаров, Новости Химпи-ТВ. Дмитрий Бочаров, Новости Химпи-ТВ.